О службе Родине и охране порядка из первых уст. Необычный урок для школьников в среду провели ивановские росгвардейцы. Лекторы, бойцы ОМОНа, СОБРа, вневедомственная охрана и других подразделений войск национальной гвардии. В зале учащиеся ивановских школ и воспитанники патриотических клубов. Присоединиться к уроку смогли также ребята из других муниципальных образований региона. Сюда мы пригласили ребят из военно-патриотических объединений города Иваново. А те ребята, которые посещают военно-патриотические объединения в муниципалитетах, сейчас смотрят этот урок в режиме онлайн-трансляции. Таких точек подключения у нас сегодня более 80. Лучше один раз увидеть. Ребятам продемонстрировали фильм о работе подразделений Росгвардии. А уж потом опытные сотрудники ответили на все интересующие их вопросы. Цель урока не только просвещения, но и профориентация. Если мальчики и девочки задумаются о карьере в войсках национальной гвардии, готовиться нужно уже сейчас. Хорошо учиться, заниматься физкультурой, вести здоровый образ жизни. Требования к будущим росгвардейцам почти как к космонавтам. Но поступить все же реально. Пример тому действующие сотрудники. Это нужно, наоборот, с самого раннего возраста, чтобы человек мог осознать, кем он хочет быть. Это одна из тех же самых специальностей, как быть и юристом, и экономистом. Поэтому это надо с малого возраста как-то и показывать, и интересовать людей, что это не только опасно, но и довольно интересно. И служишь Родине. Все интересности службы Родине ребятам продемонстрировали чуть позже, в менее формальной обстановке. На улице расположилась небольшая выставка техники и обмундирование бойцов. Все желающие смогли почувствовать себя спецназовцами. Ну, если честно, то экипировка такая, ну, она, в принципе, удобная, только шлем тяжелый. Ну, я задумывалась, чтобы пойти куда-то в вооруженные силы. Вот. Может быть, пойду. Задуматься о своем будущем никогда не рано, уверены школьники. Но все же хорошо, что время подумать и определиться еще есть. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.